Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». 27 февраля в нашем городе состоится уже третий по счету фестиваль «Венец Шансона». И сегодня у нас в гостях президент этого фестиваля Геннадий Лист и исполнительный продюсер Марина Жнеки. Здравствуйте, Юрина! Хотелось бы узнать, что в этом году ждет рязанцев, кого они смогут увидеть и услышать на вашем фестивале. В этом году наш третий фестиваль приврочен к 120-летию со дня рождения нашего великого поэта-земляка Сергея Есенина. Ну, люди к нам приезжают отовсюду каждый раз. Вот в этот раз к нам, конечно, приехало огромное количество людей. Из ближнего зарубежья. Да, из ближнего зарубежья. Это, значит, наш... Бывший союз республик наших. Да, это бывшие, значит, наши союзные республики. Это Белоруссия, Украина, Осетия, Хакасия, Мордовия. Я уже, честно говоря, сам уже... Ну, в общем, больше половины людей приезжают оттуда. Так что вот наш фестиваль, в общем-то, оправдывает статус международного фестиваля. Уже в третий раз он состоится в нашем городе. Хотелось бы узнать немного об истории этого фестиваля. Кому вообще пришло в голову именно на Рязанской земле организовать подобный фестиваль? Почему именно у нас? Ну, пришло в голову, конечно же, мне. Ну, я когда-то сам был конкурсантом, участником всевозможных фестивалей. Вот это фестивали имени Круга и Аркадия Северного, да. Ну, я вот так подумал, поскольку все-таки мы проживаем на родине великого поэта Сергея Есенина, да. А вы сами понимаете, что все-таки Есенин у нас спели практически всего. А может быть, даже и всего, наверное, это точно. Вот. Все его любят во всем мире, да. Он еще есть куда стремиться. Да, и почему бы, так сказать, не провести фестиваль вот именно на родине великого поэта? Тем более, что все его любят, все его поют. Вот. Тем более у нас, кстати, в рамках фестиваля у нас есть экскурсия на родину Есенина. Все приезжают, мы всех там везем, всем все показываем. Вот, конечно, происходит съемочка там, конечно же, обязательно. Вот. Ну, как-то вот так. С ознакомым гостей нашего города, с нашими достопримечательностями. Если говорить о том, какой был первый фестиваль, да, и какой сейчас, вот что меняется со временем? Ну, что может измениться? Конечно. Сократили немножко по времени фестиваль. Сократили по времени. Чтобы людям было удобно смотреть, слушать, комфортно. Желающих очень много приехать, да. Вот на первый фестиваль мы, конечно, немножечко не рассчитали. Набрали достаточно большое количество желающих. Вот. И из-за этого, конечно, фестиваль был достаточно затянут. Да. Вот сейчас... В общем, тяжело было, скажем. Да, тяжеловато, конечно, находиться в зале. В этот раз все будет лететь. Тем более после этого еще должен пройти галоконцерт в фестивале, да. Сейчас мы берем, ну, не более 15 человек, чтобы как-то уложиться, чтобы люди не устали, чтобы потом провести достойный галоконцерт. Вот. Ну, и потом, конечно, у нас, естественно, в рамках фестиваля запланирован банкет каждый раз. Вот. В этот раз у нас банкет будет проходить в ресторане «Аякс». Кстати, ресторан «Аякс» у нас любезно согласился быть спонсором нашего фестиваля. Огромное им спасибо. Так что, если будет желание, приходите и на фестиваль, и на банкет. Не оставайтесь потом на галоконцерт еще после фестиваля. А вот смотрите, фестиваль, он получается как конкурс, то есть будут отбираться лучшие. Да, начнется он где-то примерно в 13.00. Начнется именно непосредственно отбор лучших. Все выступят, проявят себя. Дальше члены жюри отберут тех, кто будет номинирован, призеры. Галоконцерт начнется в 18.00, будут выступать уже те, кто занял призовые места. Да, и плюс еще члены жюри и приглашенные гости. Приглашенные гости – наши победители на предыдущих фестивалях. Кто в этом году будет в жюри? В этот раз приглашены довольно-таки известные люди, музыканты, продюсеры. Арест Зорин, артист, экс-артист группы «Леса Повал», экс-солист группы «Леси песни», Владимир Стольный, Олег Тарасов, Евгений Лучников, продюсер, музыкант. Ну и, конечно же, другие там тоже будут. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, кому будет интересен этот фестиваль? Я имею в виду шансон, да? Некоторые люди не считают, так скажем, себя поклонниками шансона. Что это за музыка и кому действительно стоит прийти, посмотреть, послушать, получить положительные эмоции? Шансон – это безумно большое направление. И очень многие ошибочно воспринимают шансон как немножко связанный с тюремной лирикой, уголовной, прошлое и все остальное. Это абсолютно неправильно и неверно. То есть, да, есть направление шансона и такое, но в данном случае совершенно будет другое направление шансона. В последнее время все реже и реже, конечно же, поется о тюремной тематике. Да, сейчас, ну, шансон что-то. Это более все мелодично, красиво, достойно. Да, шансон – это просто как бы песня, наверное, со смыслом прожитой. Не просто там какой-то… Песня о жизни, о любви. Обычный там какой-то набор слов, как сейчас мы слышим это везде. Это действительно жизнь, это что-то прожитое, что-то вынашивалось в сердце, в душе. Ну, конечно, больше ближе, наверное, все-таки к взрослому поколению. Но не думаю, что продвинутая молодежь, многие наверняка интересуются данными направлениями. Им тоже будет интересно посетить и узнать, чем что-то новое, в какой-то для себя вчерпнуть. Тоже багаж знаний, который передается через песни уже умудренными опытами, музыкантами из других республик, из других городов. Интересно. У всех свой какой-то… у всех своя какая-то изюминка. Они подчеркивают что-то свое. И для себя каждый, я думаю, найдет отклик в своем сердце, какая-то песня его заденет и что-то заставит задуматься. Ну, я скажу так, что с каждым годом вообще число поклонников шансона вот именно растет. Именно растет. Потому что, может быть, людям уже как-то немножечко поднадоело слушать, ну, что-то ни о чем, да. Вот все-таки хочется послушать… Ну, да, электронная музыка, конечно, хорошо. Действительно, хочется послушать действительно что-то такое, ну… Со смыслом. Со смыслом, да. Давайте еще разочек с вами скажем, какого числа, во сколько, где. В общем, пригласите рязанцев на ваш фестиваль. 27 числа в 13.00 в Дворце молодежи, бывшей ДК Нефтяников, начнется фестиваль. Сам непосредственно фестиваль, где будут все участники, которые вот изъявили желание и которые смогли вовремя подать заявки на участие, они будут в 13.00 начнут выступать. Ну, где-то порядка, может быть, до 16.30 продлится. А дальше в 18.00 будет сам гала-концерт. Друзья, 27.00 февраля мы приглашаем вас на третий международный фестиваль «Венец шансона». Приходите, пожалуйста, вы не пожалеете, будет весело, будет хорошо. Приезжают люди, действительно, ну, профессионалы своего дела, с прекрасными голосами, с прекрасными музыкальными данными. Ну, и, пользуясь случаем, хотелось бы вас пригласить 26.00 февраля уже на мой концерт, где я выступаю с экс-участниками известной легендарной группы «Элесь и песня». Именно та самая группа, те самые участники, которых мы все привыкли слушать на пластинках, бобинах. Ну, в общем, все те самые известные люди. Приходите, будет все супер. Спасибо вам большое, что сегодня вы нашли время к нам прийти в эту студию. Мы желаем вам удачи в организации вашего замечательного фестиваля. Надеемся, что и дальше, и в следующий год вы нас вновь порадуете. Надеемся, вы тоже придете. Обязательно, обязательно. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова